Утро в Доме Российского Исторического Общества началось с совместного заседания Совета и Попечительского Совета Фонда Истории Отечества. Выступая перед собравшимися, Сергей Нарышкин отметил, что встреча проходит в очень важный день, когда по всей стране проводят выборы президента. Все мы, разумеется, благодарны президенту Российской Федерации за принятое в 2016 году решение о создании Фонда Истории Отечества. Времень полностью подтвердило правильность этого шага, фонд востребован, поддержал за это время уже более тысячи историко-просветительских проектов, каждый из которых внес свой вклад в формирование общероссийской исторической культуры, помог развитию наших высших учебных заведений, музеев, библиотек, архивов. Заседание Попечительского Совета провели в обновленном составе. В ноябре 2023 года распоряжением правительства председателем Попсовета был назначен министр науки и высшего образования Валерий Фольков. Фонд обрел известность, зарекомендовал себя как надежный инструмент поддержки самых востребованных и полезных историко-просветительских проектов. Фонд уникален тем, что может поддерживать самые разные организации вне зависимости от ведомственной принадлежности и даже организационно-правовой формы. За счет средств фонда реализуют свои проекты университеты, академические институты, общественные организации, продюсерские компании. Не будет преувеличением сказать, что фонду удается быть полезным в рамках практически всех значимых инициатив, связанных с популяризацией истории. В тот же день в Рио состоялся круглый стол, посвященный истории иностранной интервенции периода гражданской войны. Начиная сегодня большой разговор об иностранной военной интервенции, считаю правильным постараться извлечь из него востребованные исторические уроки, особенно актуальные в те дни, когда вся страна, голосуя на выборах президента России, тем самым определяет свое будущее. Важнейшим из этих уроков, на мой взгляд, состоит в том, что успешное развитие России может быть обеспечено лишь при условии надежной защиты ее суверенитета. 23 декабря 1917 года Франция и Великобритания подписали соглашение о разделении России на сферы влияния. После заключения Брестского мира и начала гражданской войны, иностранные державы, включая Францию, Великобританию, США, Японию и другие страны, перешли к открытой военной интервенции. Интервенция и англо-французские войска на севере и на юге были абсолютно нелегитимны. Они не были абсолютно даже объяснены какими-то юридическими последствиями этого шага. Второе, это был первый случай за долгое время, когда происходило вмешательство практически во внутренние дела страны. То есть это, хотя было сказано насчет Германии, но это все было ясно, что это прикрытие. Было принято решение поддержать прямо было сказано антибольшевистские силы. То есть, отвлекаясь с того, какие силы больше кому-то нравились, это был внутренний российский конфликт. Экспедиционные силы интервентов вторглись на российский север, юг и дальний восток. Последние подразделения интервентов оставались в России вплоть до 1925 года, когда Япония вывела свои войска из Северного Сахалина. Жертвами гражданской войны и интервенции стали более 10 миллионов человек. Конечно, гражданская война была прежде всего нашим внутренним конфликтом, но вмешательство иностранных государств значительно увеличило ее продолжительность и увеличило ожесточение двух противостоящих основных сторон. Огромную роль сыграли поставки для делах армий, снаряжения, боеприпасов, вооружения. При этом, по словам Сергея Нарышкина, история циклична, и сегодняшние действия Запада в отношении Украины можно прямо сравнить с тем, что делали интервенты в начале 20 века. Западные правительства сделали все возможное, чтобы гражданская война, открывшая перед интервентами широкий простор для грабежа, длилась как можно дольше. На ум приходят невольные параллели с нынешней ситуацией на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Страна, погрязшая во внутриэлитных дрязгах, шаг за шагом оказалась под властью марионеточного неонацистского режима, от имени которого орудуют его иностранные хозяева. Говоря о возможной отправке иностранного военного контингента на Украину и громких заявлениях нынешнего президента Франции, председатель Российского исторического общества процитировал слова советского писателя Константина Паустовского о предыдущем французском военном присутствии в России. Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, Сижурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов, почитать Паустовского. Это чтение, может быть, поможет им освободиться от их безумных и параноидальных мечтаний. Из истории, как известно, необходимо извлекать уроки. В случае с периодом гражданской войны и иностранной интервенции важно помнить, развитие России может быть обеспечено лишь при условии надежной защищенности ее суверенитета, но никак не поддержкой со стороны внешних сил. Служба информации Фонда История Отечества. Фонда История Отечества